Вот как наши предки восстанавливали зрение, советы для здоровья. Оказывается, чтобы улучшить зрение, не обязательно бежать делать операцию. Зрение возможно подкорректировать самостоятельно. Для этого необходимо попеременно выполнять следующие несложные упражнения. Для занятий необходимо все три составляющих. Первое – лучи солнца. Второе – свеча. Третье – наличие свободного времени и уединенного пространства. Соляризация – это метод лечебного воздействия солнечных лучей на зрение. Оригинальный способ соляризации описывают в своей книге Медведевы. Необходимо расположиться лицом к солнцу в любом удобном вам положении. Можно стоять, сидеть или лежать, закрыть глаза и расслабиться. Далее нам понадобится веер. Подойдет и небольшой отрезок плотной бумаги. Его надо держать в 15 сантиметрах спереди от головы, чтобы веер закрывал только одну половину лица. Если у вас нет веера или листа бумаги, то можно использовать ладонь. Плавно начинайте поворачивать голову в разные стороны. Тем самым глаз с той стороны лица, которую вы прикрыли, будет попеременно оказываться то в тени, то под воздействием света. Также можно сделать и наоборот. Голову оставить в неподвижном положении, а передвигать сам веер, лист или ладонь. Внимательно прочувствуйте свои ощущения в глазу. Прислушайтесь, как лучи солнца проникают сквозь закрытые веки, обволакивая и наполняя вас своим теплом. Уставшие глаза расслабляются вместе с телом. Вы наполняетесь спокойствием. Именно это спокойствие и душевный комфорт и приносят облегчение глазам. Метод соляризации направлен на расслабление глазных мышц, в процессе которого и улучшается питание глаз. По окончанию упражнения рекомендуется ополоснуть лицо прохладной водой. Это приведет в тонус сосуды лица, которые расположены близко глазам. Затем сложить ладони вместе и плотно приложить к глазам, чтобы ни один луч света не проник. Это называется пальминг. Его необходимо делать довольно продолжительное время, не менее 5 минут. При этом ни в коем случае не надавливаем ладонями на наши глазки, а именно легко прикладываем, закрывая от солнца. Очень важно в это время полностью расслабиться и рисовать воображение и картины, приносящие вам успокоение и комфорт. Соляризацию желательно выполнять как можно чаще, при любом удобном моменте, не менее 2-3 раз в день. Результаты от этих простых и приятных упражнений вас положительно удивят. Упражнения со свечой. Все просто. Необходимо зажечь свечу и смотреть на огонь. И даже не нужно заставлять себя это делать, ведь огонь из древле привлекал взгляды людей. Взгляд непроизвольно сосредотачивается на этой пылающей верхушке свечи. Маленький огонек то скачет, будто в танцах, то замирает. Еще мгновение и опять огненный лепесток пошел в пляс. Колыхание пламя завораживает. И вот именно созерцание этого пламени является лечебным средством. Это как маленький тренажер для глаз, ведь взгляд постоянно следит за этими небольшими неравномерными подергиваниями, что тренируют глазную мышцу. Одновременно с этим происходит так называемая соляризация, простым языком исцеление светом. Эту процедуру желательно делать перед сном. Наблюдение за свечой принесет одновременно и расслабление, успокоит вас. Смотря на горящий огонь, все тревожные мысли отойдут на задний план. В пламени свечи сгорает все напряжение, накопленное за весь день. Это как небольшая медитация. С развитием прогресса огонь постепенно исчезает из нашей жизни. А ведь в древности не зря так много внимания уделялось огню. О нем писали стихотворения, художники всего мира сохраняли его образы на картинах, и многие целители знали о его способностях улучшать зрение. Так что, дорогие друзья, давайте иногда возвращаться к истокам, смотреть на огонь и наслаждаться умиротворением вокруг. И пусть ваши глазки будут здоровы! Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!